Иоанн крестит Иисус. Иисус. Начинается новая жизнь. И естественно, как и каждая новая жизнь, как жизнь любого новорожденного, она начинается с испытаний. Жизнь по своей сути и есть в нашей испытании. От вечного небытия к вечной жизни. Писание говорит нам, мы читаем об этом в Евангелии от Марка. Немедленно после того дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаем сатаной и был со зверями и ангелы служили ему. Марк, как всегда, краток. Лука, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. И там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми силами царства и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано Господу, Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыло храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелам своим заповедует от тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, дьявол отошел от него. Но отошел от него до времени. Мы с вами находимся в иудейской пустыне. Внизу под нами поток хорев, известный нам из Писания, который, естественно, пересыхает летом, но зимой несет какое-то количество воды. Я думаю, что именно в этих местах Иисус был искушаем, и именно сюда привел его дьявол, привел его, и именно сюда приводит его дух для искушения или для испытания дьяволом. Голос Всевышнего, который раздается с неба в раввинистической литературе, называется Бат-Коль. Он часто уподобляется у тех же самых раввинов Голубью. Почему Голубью? Потому что написано в самых первых словах Писания, что Дух Божий витал. Но слово витал в оригинальном тексте Мерахефет обозначает трепетал, крыльями, точно так же, как позднее мы находим, когда орел приходит или прилетает над свое гнездо. Поэтому в раввинистической литературе понятие Духа или Духа Святого всегда персонифицируется так или иначе с Голубем. Итак, голос этот описывается как нисходящий с небес тончайший шепот, который слышен лишь тем, которые имеют возможность слышать. Не случайно, позднее Иисус использует этот прием, когда говорит, что те, кто в состоянии слышать, услышат. Действительно, это может быть шепот, но шепот, раздающийся с небес. Писание говорит, подобно тому, как испытывался в пустыне народ Израиля, я цитирую из книги Таразакония, «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, вот уже сорок лет по пустыне, чтобы смирить тебя для испытания тебя, дабы узнать, что в сердце твоем». Я хочу обратить ваше внимание, что слово «испытание» мы говорили и будем говорить об этом в романистической литературе, взятое из иудаизма. И слово «искушение» – это одно и то же слово. Но поскольку Писание говорит нам, что Господь Бог никого не искушает, то, наверное, правомочнее понять, что здесь речь идет об испытании, а не об искушении. И еще об одной причине. Слово «неса» или «корень», из которого происходит слово «испытание» – точно такой же корень, когда слово «поднять». Например, когда змей был вознесен или поднят в пустыне медной, то используется тот же самый термин. То есть в контексте того, о чем мы говорим, испытание, если человек или Бог, в данном случае Иисус его проходит, возносит его. Но в том случае, если нет, то человек и падает. Поэтому в отношении к Иисусу, наверное, правильнее будет говорить не искушение, хотя, конечно же, этот термин всем известен и давным-давно принят. Но более точно, и мне кажется, по смыслу будет, имеет смысл говорить об испытании. Почему же, и как знаете, особенно в наши времена, во времена Евангелия процветания, когда нам постоянно твердят, что, мол, ежели ты человек хороший и все делаешь правильно, то с тобой будет все обязательно хорошо. Вот в Библии я этого не нахожу. А более того, в Библии я нахожу, что наиболее достойные подвергались наиболее серьезным испытаниям. В псалмах написано, «Господь испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его, но испытывает Господь Бог все равно праведником». Раввины, интересно, говорят по этому поводу. Например, раби Йосип бен Хани научил, «Бойщик льна не трудится над льном, о котором знает, что льон этот худой, и не ударишь по нему даже раза, как он раскрошится. Но берет бойщик такой льон, который выпускает тем больше масла, чем больше беж по нему». Другой известный раби, раби Ильезер, говорил, «Вот вам, как пример, хозяин, у которого есть две коровы. Одна сильна, а другая слаба. Какую из них загрузит он работой? Не ту ли, которая сильна?» Так и Всевышний, продолжает он, испытывает праведника, в данном случае дьявол. Писание продолжает и говорит, что выдержав пост в течение 40 дней и 40 ночей, потом он чувствует голод. И к нему именно тогда подступает Искуситель и говорит, «Если ты сын Бога, скажи, чтобы камни эти соделались хлебами». Тут не все так просто, как нам кажется. «Если ты сын Божий». Во-первых, он не говорит ему, сделай камни хлебами. Он говорит, скажи, чтобы камни соделались хлебами. В иудаизме считается, когда, кстати говоря, когда цитируется Писание «не хлебом единым», имеется в виду «не самим хлебом». То есть, раввины считают, что всю энергию, которую дает нам мир, возможность жить происходит от Слова Божия. То есть, мы, когда едим хлеб, мы едим продукт Слова Божия. Не просто «вот есть хлеб, а вот есть Слово». Но даже хлеб насущный, который нам дается на каждый день, есть результат произнесенного Господом Богом Словом. Более того, мы с вами говорили уже о гематрии, которая существует в языке иврит. Так вот, слово «хлеб» или «лохма» на арамейском языке имеет определенную гематрию, которая соответствует числу 79. С другой стороны, слово «бог» или «тетрагамон имени Бога», сложенный с числовым значением слова «камень», дает те же самые 79. То есть, с точки зрения исследователя Писания, который читал бы текст Евангелия от Матфея в I веке, для него это сложилось бы в совершенно очевидный треугольник. Хлеб, Сын Божий, камень и, естественно, имя Бога. Он бы понял, что между этими вещами существует абсолютная связь. С точки зрения читателя, сатана, который в данном случае подступает, ему предложает Ишуа поучаствовать в творении. Сатана предлагает по сути своей, когда он говорит, скажи, чтобы соделались, чтобы тот сымитировал Бога. Иисус мог бы это сделать, не всякого сомнения. Но он прекрасно помнит, что нельзя испытывать Господа Бога, что делали неоднократно и израильтяне. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Согласно древней традиции, открытие Мессии Израилю должно происходить следующим образом. Учили наши мудрецы, когда открывается Мессия, будет он восставлен на храме, на юго-западном, о котором мы говорили, и провозгласит народу. Страждущие, пришло время вашего избавления. А если не верите мне, взгляните на свет, который проливается на вас. Ибо об этом сказано. Ибо пришел свет твой, и слава Господня над тобой воссияла. Только над тобой Израилем воссияла, а другие народы пребывают во тьме, как написано. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народа над тобой воссияет Господь, и слава Его над тобой появится. И придут цари народов за этим светом, и будут цари приходить и целовать ноги Мессии Христу, и служить Ему, как написано. И будут цари воспитателями твоими, и царицы их кормилицами твоими. И лицом до земли кланяться будут тебе, и прах ног твоих лизать будут, и узнаешь, что я Господь, так что они истудятся уповающие на меня. Я хочу обратить ваше внимание еще на один древний источник, который кажется мне весьма показательным. В контексте этого Медраша можно сказать, что Сатана предлагает Иешуа ускорить как бы раскрытие себя как Мессии и поторопить открытие Божественного Света. Мотив такой попытки встречается в Откровении Гавриила. Есть такая книга в первом веке до нашей эры и в книге Зарубавеля. И в этих книгах Мессия, обратите внимание, бросившийся вниз с храма, погибает, но воскресает на третий день. Это всем было известно. Конечно, гораздо позже пытались всячески эти книги ассоциировать с другими мотивами, как, например, причем с отрицательными. Почему? Например, при разрушении храма это или знание этих текстов побудило детей священников, так называемых цветов священника, броситься с самого угла храма, разожженный вокруг этого храма огонь. Две вещи я хочу сказать по этому поводу. Очень важно, что жизнь Иисуса, его смерть и воскресение, искушение, или, как мы говорим, воспитание, проходило на фоне очень серьезного расцвета еврейской литературы по вере и традиции. И Матфей делает абсолютно все. Да что там Матфей? Господь Бог поучает Матфея рассказать Евангелие жизни Иисуса именно такими словами, которые нашли бы наибольший отзвук в сердцах тогда людей, слушающих его. Естественно, все мотивы, которые для этого использованы, мотив с храмом, вознесение на крыло, мотив испытания в пустыне, и даже позднейшее, смерть и воскресение, через три дня, могли быть приняты и поняты, но только теми, которые имели уши, чтобы слышать. Только теми, которые могли распознать тончайший шепот Господа Бога через откровение и через голос Господа Бога. Иисус сказал, не испытывай Господа Бога твоего. Этот вопрос сегодня точно так же к нам. Продолжаем ли мы испытывать Бога или просто склоняемся и делаем то, что говорит Он нам делать? Если мы, следуя за Господом Богом, не даем дьяволу вести себя в искушение, то происходит точно то же, что и у Матфея в 14-м, в 11-м стихе, когда он говорит, дьявол оставил его, и вот ангелы подошли и служили ему. Медраж, кстати, параллельный Медражи мы все время находим, рассказывает нам о том, что в райском саду ангелы прислуживали когда-то Адаму, но отошли от него после грехопадения и вернутся опять к праведному после прихода Мессии. Подумайте об этом, когда вы читаете эти стихи. В короткой сцене относительно всего несколько стихов, которые мы находим у Матфея, заключен огромный смысл и содержание едва ли не всей его жизни в том виде, в каком она свидетельствовала, свидетельствует до сегодняшнего дня еврейскому народу и всем народам мира. Господу Богу поклоняйтесь, Ему одному служите. И да благословит вас Господь Бог. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok